Громкое коррупционное дело в Богородске подошло к тихому финалу. Напомню, прошедшим летом были арестованы Константин Пурихов, управлявший Богородским районом с 1989 года до 2019. Его преемник Александр Сочнев, но во всей этой коррупционной истории был еще замешан и третий человек, глава местных депутатов Гарик Калинджан, бывший, кроме того, еще и крупнейшим богородским бизнесменом. Как выяснилось, лучшие земли в районе за бесценок незаконно отдавались фирмам Калинджана, а Константин Пурихов получал взятки. После ареста 74-летнего Константина Пурихова он скончался в тюрьме буквально на третий день. Гарик Калинджан скрылся за границей, в Нижегородской области он больше не появлялся. На скаме подсудимых один Александр Сочнев, второй, заявил, что на него давили Константин Пурихов и Гарик Калинджан, а он, боясь потерять место, незаконно подписывал документы. Сначала Александра Сочнева обвиняли по статье «Превышение должностных полномочий» с корыстной заинтересованности, она предполагала до 10 лет лишения свободы, но статью смягчили. Корыстную заинтересованность убрали, что позволило рассчитывать на мягкий приговор. Приговор вынесли сегодня. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, какого решения отсюда ждаете? Я в комментариях давать не буду. Спасибо. Нашлись люди тоже с большими должностями, которые формировали вот то решение, которое в конце концов было принято Сочневу и подписано постановление. Ну, во-первых, это ни много ни мало, а председатель законодательного собрания, как правильно, советов депутатов, да, господин Калинджан, и второй, ну не покойный Пурихов. В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимый подписал постановление о передаче в частную собственность обществу с ограниченной ответственностью Преокска земель муниципальной формы собственности по цене значительно ниже их кадастровой стоимости. Не желаю как бы ссориться с председателем нашей советы депутатов. Я прописал это постановление. Вся моя личная заинтересованность состояла лишь в том, что я хотел дальше спокойно работать. Я приговорю с учеником Александра Алексеевича Переносимова на защиту указания Министерства и свободы. Сроком три года, девять месяцев указания Министерства и свободы. Это условно обжаловать приговор. Будете? Вот Александр Алексеевич очень опасался потерять место главы администрации Богородского района. Он об этом говорил. И при этом нарушил закон, чтобы его не потерять. Ну, во всяком случае, то, что он опасался потерять вот эту свою должность, у него основания были. Сам Калинжан ходил и требовал, напирал, чтобы побыстрее оформлялось. Ну, я правильно понимаю, ради места он нарушил закон? Он-то объясняет не просто ради себя. Он исходит из того, что это было связано со взаимоотношениями исполнительной власти и законодательной местной власти. Вот он говорит, чтобы было спокойно работать всем. Мы не намерены обжаловать этот приговор. Почему? Потому что суд и предварительное следствие достаточно подробно установили обстоятельства. Александр Алексеевич признал свою вину, обращался даже с явкой с повинной. Поэтому сейчас размахивать руками и кулаками о том, что мы тут догоняем, не согласны, то, наверное, было бы неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok